Всем привет, с вами Стрэм, вы на канале Рухард Проджект, и мы продолжаем помогать девушке подготовиться к дороге обратно в столицу. И в предыдущей серии мы поохотились на колючих вепрей и добыли 8 шкур. И теперь нам нужно вернуться домой. Стрэй, вон, я разбудил тебя, прости. А тебе и правда нравится эта книга? Я уже не помню, сколько раз её читал. Однажды я хочу исследовать сферу иной мира. Каждый, кто читал Небесное Писание, так говорит, и я не исключение. Но, увы, сейчас у меня нет времени для путешествий и поисков. А вот уже несколько лет мир охвачен необъятным хаосом. Хаосом? Закадочные болезни, частые бури, ссоры и драки среди людей. Некоторые даже говорят, что неупоконные, мёртвые, бродят по земле. Минутку, постой, о чём ты говоришь? Ты мне не веришь? Или думаешь, что я шучу? Нет, я... Во всём мире сейчас царит ужас. Хаос даже изменяет климат во всём мире. В результате мы оказались на грани катастрофы, гибель урожая, болезни и голод. И самое страшное, это слухи, будто они под нехватку ресурсов в нашей стране хотят восполнить в войне. Я не могу этого допустить. Разве ничего нельзя сделать? Кто знает. Надеется, кроме легенд, больше не на что. И поэтому ты... Нет, это не важно. Не отвечай. Лучше я просто лягу спать. Клепких снов. Доброе утро. Доброе утро. Готово поработать? Надо приготовить еду из мяса колючих ветрей и сделать из их шкур мешки. Поняла. Правда, боюсь, это не очень весёлое занятие. Что, дай знать, когда будешь готов. Так, ну это... Я готов, наверное. Ну да, готов. Готов? Да. Так, что я должна делать? Прости, что ради меня тебе приходится столько всего делать. О, ничего сложного. С твоей помощью, я смогу отправиться в путь завтра. Что? Отлично. Тогда лучше, набраться сил. Надо сообщить деду. Использована шкура вепри. Надо было побольше расспросить её о внешнем мире. Так, теперь нужно с дедом, да, поговорить и сказать ему, что она скоро уходит. К слову, игра очень сильно затягивает. Надеюсь, дальше будет только лучше. Слушай, дед, она говорит, что завтра уходит. Ясно. Надо будет её проводить. В конце концов, хозяин всегда должен быть гостеприимен. Да. Какая милая и добрая улыбка. Сразу видно, от чистой души дед улыбнулся. Я перед тобой в долгом. Большое спасибо. Ты точно сама справишься? Я не могу, для меня тебя ещё сильнее. Ясно. Всё будет в порядке. Иди по карте и без проблем выберешься из леса. Нет, дело не в этом. Я тебе верю. Алиша. Алиша. А? Так меня зовут. Алиша Дивда. Алиша. Ты даже не знал, кто я, и предложил помощь, ничего не просяв взамен. Но я думала только о себе и даже не назвала своего имени. Поведение. Недостойная рыцаря. Алиша. Я надеюсь, ты сможешь простить меня. Всё, всё в порядке. Я должна тебе кое в чём признаться. Я знаю, это звучит странно, но я верю, что из Серафима и вправду существуют. Мифы и легенды из небесного писания не просто сказки. Ужин, поглотивший мир. Я верю, что только тот, о ком говорится в древних легендах, остановит хаос. Ты говоришь о пастыре? Ты не будешь смеяться надо мной. Все в городе смеялись. Конечно же, нет. Ты просто святой, ты знаешь это? Скоро в Озёмном Граде пройдёт праздник Священного Клинка. Там будет испытание, основанное на легенде Меча Пастыря. Я думаю, это испытание тебя заинтересует. Пора в путь. Прошу, подумай о том, что я сказала, когда у тебя будет время. Почему? Когда я читаю легенды о пастыре. Я вижу в нём тебя. Что это? Дед попросил меня обыскать руины. Попробовать узнать что-нибудь о нашей гости. Я кое-что нашёл. Постой, это вещь Алиша? Это печать Хайленда. Не думаю, что Алиша простой рыцарь. Я знаю, тебе нелегко. Но всё к лучшему. Дед. Хм. Кто-то проник под мою ауру. Разорит тебя гром. Прячешься? Хитрый же ты, мерзавец. Народ, будьте на чуку, чужак. Найдите его. Он прячется. Так что есть шанс, что это Хэллион. Будьте предельно осторожны. Мы тоже пойдём. Правильно. Если это Хэллион, нужно действовать быстро. Я на вас рассчитываю. Думаю, мы найдём его. Около леса. Хорошая идея. Так, мы получили королевский кинжал. Ммм, так. Королевский кинжал. Королевский кинжал. Предметы. Кинжал, предположительно принадлежащий Алиша. Украшен королевской печатью Хайленда. Вот так. И нам нужно добраться куда? К Ресу нам, да, нужно? Да. То есть, опять же, в те края, где мы вышли из руин и где мы охотились с Алишей на вепрей. Ну, на этот раз там не всё так спокойно и что-то там случилось. Всё это явно не к добру. Так. Я был прав. Что-то здесь не то. Мэйсон? Как странно. Я рассчитывал только на одно блюдо. Но теперь у меня ещё две закуски. Что это за чертовщина? Это Хайленд? Здесь не место для таких, как ты. Исчезни. Немедленно. Дерзкий сопляк. Я чувствую запах твоего ужаса. Эти нежные руки пытаются сдержать дрожь. Даже слёнки текут. Я что, неясно выразился? Я сказал, что съем тебя. Попробуй. Я смогу тебя одолеть. И готовься к смерти Хэллион. Выберите небесный поток. В меню приемов, а затем используйте тайный прием, нажав А. Так, ам... Ам, стой. Ам, стой. Так. А вот здесь уже, я думаю, будет нам немножко послазнее. Так. Ага. 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 Так, ну, я смотрю там совсем грустно. Надо вражину к нему не подпускать. Только умеешь, что болтать. Тебе все мало? Исчезни. Мэйсон. Он съел Мэйсона? Ах, или он на такое способна? Исчезни, исчадие зла. Или кое-что сразиться со всеми нами сразу. Хм, я не должен увлекаться закусками, особенно если главное блюдо уходит от меня. Мэйсон. С остальным мы справимся. Мэйсон. Дед, эта тварь похожая на Лису. Это правда Хэллион? Они могут говорить с нами. Да, это человек, старший Хэллионом. Зло овладела им. Скорее, как говорится, все равно. А люди могут становиться Хэллионами. Сейчас тебе лучше вернуться домой и отдохнуть. Да, так будет лучше. Идем, пора домой. Это правда. Значит, все начинается заново. Так, получен талисман Хозяина Ветра. Ветра. Буря. И повышенные характеристики снаряжения. Что ему здесь могло понадобиться? Как странно. Я рассчитывал только на одно дело. Когда главное блюдо уходит от меня. Минутку. Так ему нужна она? Так, Сэрэ изучает небесный поток. И получена плюшка. Ценная перчатка. Та, которую мы нашли в руинах. Перчатка, найденная в руинах Мобиногио. Украшенная эмблемой в виде дракона. И талисман Хозяина Ветра. Буря. Увеличивает скорость на карте на 10%. Похоже, артефакты усиливают эффект. Ну, здесь обязательно, я думаю, нужно сохраниться. Так, новое сохранение. И эта серия будет немножко покороче. Потому что мне все-таки нужно немножко отдохнуть. Потому что горло начало болеть еще сильнее. Ну, ничего. Думаю, это не страшно. Двадцатиминутная серия. Ну, пойдет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.